Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оперативно организовать работу всех ответственных структур с учетом метеопрогноза. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед главами муниципальных образований на оперативном совещании в правительстве Самарской области. На текущей неделе синоптики прогнозируют потепление и осадки. Температура воздуха в дневные часы достигнет плюсовых значений. Проконтролировать работу управляющих компаний по расчистке от снега под ведомственных им территорий было поручено госжилинспекцией региона. Коллеги, уборка снега, расчистка территории, конечно, особое внимание уделить расчистке крыш. Да, совершенно очевидно, что в период оттепели риски снегопады были обильные. Там, где еще крыши не расчистили, возникают дополнительные риски и угрозы, в том числе здоровью жизни людей. Усилить работы по очистке крови и льдомов поручила и глава Самары Елена Лапушкина. Расчистка города от снега продолжается в круглосуточном режиме. Задействованы все профильные службы. Только за одну ночь с уличной дорожной сети Самары вывезли около 6 тысяч тонн снега. Тему продолжит Ольга Павлова. Обеспечить жителям комфорт и безопасность при выходах из подъездов, на подходах к детским садам, школам и другим социальным учреждениям. Для этого служба благоустройства и коммунального хозяйства трудится в усиленном режиме. Перед ответственными за уборку и вывоз снега с городских территорий стоит задача содержать в чистоте дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, дворы, а также парки, набережную и скверы Самары. С учетом потепления и прогнозируемых новых осадков, власти города поручили усилить очистку крови льдомов от снежных масс и наледи. Повышенное внимание обращать на состояние скатных крыш. Их в городе около 7 тысяч. Требуется очистить 610, 218 из которых уже сегодня приведут в порядок 70 бригад. Поставлена задача и городским службам, и районным главам внутригородских районов для того, чтобы не допустить там, где не сбросили и нет сегодня возможности или завтра сбрасывать, огородить и наблюдать и количество бригад увеличить на сброс снега, естественно, с соблюдением мер безопасности. Акцент на расчистку кровель сделан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей города, а также избежать схода скопившихся снежных масс и наледи. При этом в приоритете соблюдение техники безопасности, как для рабочих, так и для прохожих, подчеркнула в своем инстаграм-аккаунте глава города Елена Лапушкина. Главам районов поставлена задача не сбавлять темп работ во дворах, держать на контроле работу управляющих компаний. Те коммунальные организации, которые не справляются со своими обязанностями, завтра приглашены на штаб по санитарному содержанию. Планируется, что он пройдет с участием представителей ГЖИ. Адресно разберут каждую ситуацию. Замотивировать их, чтобы они выполнили свои обязательства перед гражданами. Но если это делать не будут, то мы будем точно ставить перед этими директорами и учредителями управляющих компаний. Пусть они уходят из этого бизнеса. Они берут деньги, не отвечают перед жителями. Жесткие меры будем принимать. Управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями или выполняют их недобросовестно, привлекут к административной ответственности. Пока же все профильные службы трудятся в круглосуточном режиме и просят автомобилистов по возможности не оставлять свои машины на обочных дорог и под крышами многоэтажек. Сход талого снега возможен не только с кровель, но и с козырьков, балконов и кондиционеров. Работа по уборке и вывозу снега продолжится в усиленном режиме до стабилизации погодных условий, о которых, судя по прогнозам синоптиков, говорить пока рано. В ближайшие три дня в Самаре снова ожидаются снегопады. По данным синоптиков, город вновь примет от 12 до 14 миллиметров осадков. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. В связи с обильным снегопадом городские службы благоустройства и коммунальные организации продолжают трудиться в усиленном режиме. Как ведется работа по расчистке территории города от снега и как организована очистка кровель от снега и наледи, расскажет Максим Магомедов. Январь для коммунальных служб оказался непростым. Выпало 76 миллиметров осадков. Это 161% от нормы. Высота снежного покрова к воскресенью составляла 56 сантиметров. Работы по расчистке города ведутся не только в будни, но и все выходные. Когда люди будут выходить и идти на работу, детишки пойдут в школу или в детские сады, чтобы подходы к школам были расчищены. На сегодняшний день свыше 450 единиц техники работает. 37% вышло на квартальную дворовую территорию техники. От заявленной это порядка 110 единиц. Дворники, как обычно, у нас за 90%, будем говорить, работают на придомовой территории. По дорожным рабочим работает 320 человек. Дворы – зона ответственности управляющих компаний ТСЖ, ЖСК и ТСН. Так, в Ленинском районе работа на придомовых территориях началась в 7 утра воскресенья. Направили 161 дворника. До обеда количество техники добавили. Вывели 12 единиц. В районе обслуживанием дворовых площадок занимаются 55 управляющих компаний и 99 ТСЖ. Одной из первых расчистили территорию в границах улиц Ленинская и Маяковского Пушкина. Отсюда за зимний период вывезли более 300 тонн снега. Согласно нормативным документам, его разрешено складировать на придомовой территории. Но жители не желают видеть сугробы у себя во дворе. Это желание жителей, в первую очередь, вывод снега. И если есть такое желание, проводится собрание и принимайте решение по поводу вывоза снега. Просим жителей убрать со дворов машины и вывозим снег с утра. Управляющая компания заключила договор с подрядной организацией на вывоз снега, которая складирует его на площадках временного размещения. Для жителей это отдельная строка оплаты в квитанции. В зависимости от объема осадков стоимость составляет от 150 до 350-400 рублей за весь сезон с квартиры. Также управляющие компании ведут очистку кровель и скатных крыш. На территории Ленинского района у нас 933 скатных кровель, которые подлежат очистке. Работает 8 бригад. Снег очищается с кровель или с помощью АГП механизировано, или с помощью альпинистов. А также на малоэтажных застройках очищаются с шестами те кровли, которые не подлежат полной очистке. За зимний период на улице Вилоновской крыши от снега и наледи очищают уже четвертый раз. Работа на высоте опасна, поэтому на расчистку выходят только подготовленные специалисты, которые прошли специальное обучение. Работы ведутся с обязательным использованием спасательных поясов. Управляющие компании напоминают жителям города, что очистка козырьков, балконов и крепления кондиционеров лежит на собственниках. Приходим лично, просим, чтобы убирали. Если не получается словесно, то уже делаем предписание и жители очищают. В Самаре 6892 дома со скатной кровлей. К 31 января требовалось очистить 610, 218 из которых приводят в порядок уже сегодня. Если накануне работало 40 бригад, то сегодня их уже 70. Для комфортного движения пешеходов на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского дворники расчищали тротуары и переходы. Первыми усилия оценили владельцы четвероногих, когда вывели их на утреннюю прогулку. С утра, когда гуляю, прям большая команда дворников, они все расчищают всегда. Кололи прям, я видела, это ломами все откалывали. В минувшие сутки в уборке были задействованы 2685 уборщиков и 562 единицы техники. В том числе в расчистке уличной дорожной сети приняли участие 285 дорожных рабочих и 438 спецмашин. Дворовыми площадками занимались 2265 дворников. В дневную смену 31 января на всех территориях города трудятся 3338 уборщиков и 309 единиц техники. Стоит отметить, что появилось небольшое подспорье. 19 единиц техники, которая была закуплена для служб благоустройства профильных муниципальных предприятий, уже используются для очистки улиц города. В скором времени ожидается поставка еще 22 машин, 10 из которых будут задействованы для зимнего содержания территорий. Погрузчики включены в непосредственную расчистку участков и погрузку снежных масс для усиления работ по вывозу снега. При распределении техники учитывается плечо доставки. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. Администрация Самары, как и вся общественность, серьезно обеспокоена конфликтом между детьми, учащимися восьмой школы. Когда они возвращались домой после занятий, произошла драка. Пострадала восьмилетняя девочка. В ситуации разбираются правоохранители и департамент образования. В целях всестороннего рассмотрения данного инцидента департаментом образования проводится проверка в школе номер восемь. Изучаются такие направления работы учреждений, как профилактика негативных явлений при общении между детьми, работа школьной службы, медиации. Также будут проверены те меры, которые приняла администрация школы после того, как узнала о случившемся событии. Мы детально разбираемся в ситуации. Если выяснится, что в чьих-то действиях были нарушения, будут приняты соответствующие меры. Работа по взаимодействию между детьми и родителями также будет продолжена. Хочу отметить, что совместные встречи проводятся с представителями департамента образования, Министерства образования и науки Самарской области, региональной службы примирения психологов. За сутки в Самарской области выявили 2478 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Чаще и сильнее стали болеть ковидом и дети. Теперь защитить себя они могут, сделав прививку. До 15 лет это возможно только с разрешения родителей. Те, кто постарше, решения принимают сами. Подробности в нашем сюжете. Светерочек прямо спускай. Давай. Руку оголей полностью. В регионе началась прививочная кампания от COVID-19 для подростков. Отечественная вакцина «Спутник М» рассчитана для детей от 12 до 17 лет. Она разработана научным центром имени Гамалея и состоит из двух компонентов. Чтобы сделать прививку, нужно получить заключение врача. Ирина Симакова рассказывает, в семье привиты почти все. Она муж, старший сын и бабушка. Прививки не было только у сына Алексея. Поэтому с ним старались лишний раз из дома никуда не выходить. Теперь можно не беспокоиться о здоровье ребенка. Мы ходим по торговым центрам. Он тоже хочет. У меня ему хочется свой QR-код. Ну и вообще, конечно, хотелось бы, чтобы защита была от этой болезни страшной. Но вот дождались вакцины, сделали прививку. С появлением в России штамма «Омикрон» растет число инфицированных. И все чаще заболевают дети. Поэтому их вакцинация сейчас необходима, уверены медики. Прививки делают на добровольной основе по заявлению законных представителей ребенка. Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств. Если ребенок не достиг 15 лет, заявление и согласие оформляются от имени родителя. После 15 лет согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и родителям. При этом заявление пишет только родитель или законный представитель ребенка. Конечно же, вакцинация детей от коронавирусной инфекции не менее важна, чем и взрослых. Потому что, во-первых, большое количество детей болели и болеют коронавирусной инфекцией. И это важно не только для того, чтобы защитить детей, но и с точки зрения, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Потому что как родители заражаются от детей, так и дети заражаются от родителей. Первые партии с ценным грузом поступили сразу в несколько регионов России, в том числе в Самарскую область. 63-й регион получил 1920 доз. Все они были разделены по поликлиникам Самары, Тольятти, Новокубишевска и Сызрани. Виктория Шаро и События. С 1 февраля в Самарской области приостанавливают консультации узких специалистов и плановую диспансеризацию. Такое решение принято сегодня на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Это связано с ростом заболеваемости во всех возрастных группах и, как результат, увеличением нагрузки на всех медработников. Ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц. Плановые госпитализации продолжатся. Кроме того, с 1 февраля дети и подростки до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры, театры и библиотеки. Пока эта мера вводится на две недели. Обучение в школах региона продолжится в очном формате, но в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или учебном учреждении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом. В Самаре продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте. Только за прошлую неделю на нарушителей было составлено 60 материалов. Особое внимание уделяют не только пассажирам, но и сотрудникам транспортных предприятий. Слово Мэриэл Чан. Мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте ведется непрерывно. За этим следят городские власти и правоохранители. Также в межведомственных рейдах участвуют представители контрольно-ревизионных служб перевозчиков и народные дружинники. В основном проверки проходят в часы пик. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции никуда и не исчезла, не миновала. Напротив, ежедневно мы из новостей узнаем, что появляются новые штаммы вируса, более опасные, вызывающие необходимость каких-то дополнительных ограничительных мер. Поэтому в этих условиях еще раз хотелось бы всем напомнить, что маску нужно носить, использовать ее до конца поездки. Только за прошлую неделю на нарушителей составили 60 протоколов. За весь период пандемии оформлено 1150 штрафов, которые направляются в суд, где принимаются решения с учетом всех обстоятельств совершения правонарушений. Чаще всего штрафные санкции касаются тех, кто во время поездки не позаботились о наличии маски или отказались ее использовать, подвергая риску заболевания коронавирусной инфекцией себя и остальных пассажиров. Суммы штрафов могут доходить до 30 тысяч рублей. Если же такое правонарушение совершено повторно, предусмотрено наложение штрафа в размере до 50 тысяч. В процессе рейдов особое внимание их сотрудникам транспортных предприятий, которые организуют перевозку. Отдельные кондуктора и водители все еще пренебрегают мерами профилактики. Пассажиры могут сообщить о нарушениях масочного режима и других санитарных требований в транспорте по телефонам горячей линии, которые размещены в салонах общественного транспорта. Никто не заинтересован, чтобы ни предприятие наказали, ни экипаж не досчитался в своем пушенке материальной помощи. Поэтому все очень ответственно подходят к ношению защитных средств, так как это уже не первый год. Кроме того, для безопасности пассажиров в период пандемии весь подвижной состав регулярно моют и дезинфицируют. Эта работа на транспортных предприятиях организована круглосуточно. Салоны машин и вагоны обрабатывают специальным раствором. Во время всех поездок функционируют рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Мэри Елчан, Константин Головин, События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, Андрей, и уважаемые телезрители. Аналитики посчитали, что в стране копит деньги лишь каждый четвертый россиянин. Сколько при этом откладывают в месяц? Суммы небольшие. Я их чуть позже озвучу. А пока о федеральной поддержке, которую Самарская область получила на интеллектуальную транспортную систему. В ближайшие три года региональные власти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением в Самарско-Тольятинской агломерации, которая уступает по величине только столичным. Финансирование идет из федерального бюджета. На период с 2022 по 2024 годы выделили 1,6 млрд рублей. Создадут под систему управления транспортными потоками, центры обработки данных, центры диспетчеризации, мониторинга и управления. Лишь каждый четвертый россиянин копит деньги, при этом большинство из них откладывают менее 5 тысяч рублей в месяц. По словам аналитиков, 20% опрошенных могут откладывать от 5 до 10 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных. Чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику, а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии. По данным Центробанка, в прошлом году граждане хранили в кредитных организациях почти 35 триллионов рублей. Бензин в России увеличился в цене на 8,6%. В среднем его стоимость составляет 51 рубль за литр. Дешевле только в Казахстане, где в пересчете на рублицы на литра 95 марки бензина составляет 35 рублей 7 копеек. Третье место в рейтинге самого недорогого бензина у Белоруссии около 60 рублей. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах – 169 рублей за литр. При этом цены на бензин выросли абсолютно во всех странах рейтинга. Официальный курс доллара на 1 февраля – 77 рублей 47 копеек. Евро – 86 рублей 50 копеек. Нефть марки Брент – 90 долларов и 84 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Во всех городах России в 2022 году пройдет массовая государственная кадастровая оценка земельных участков, независимо от их категории. Такие мероприятия Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии проводила и раньше. Обычно это делается раз в три года. Кроме того, собственников обяжут оформить построенные на садовых участках здания. В противном случае это сделают муниципальные власти. Подробности в нашем сюжете. Оформите документы на дом, расположенный на садовом участке, пока это не сделали за вас. Многие россияне не торопятся узаконить постройки на своей даче и годами используют объекты, которые юридически имеют статус недостроенных. А муниципальные власти, как правило, никакого контроля за этой ситуацией не ведут. Теперь местные власти должны проводить выездные проверки, выявлять незарегистрированные здания, направлять результаты в Росреестр, который получил право самостоятельно вносить изменения в свою базу. И в этом случае гражданину придется уплатить налоги по той ставке, что рассчитает ФНС на основании данных Росреестра. К сожалению, у нас встречаются люди, которые целенаправленно объекты указательного учета не ставят. С целью как раз-таки неуплаты в дальнейшем налогов законодатель пришел к тому, что он наделил полномочиями соответствующими органы, в том числе муниципалитет, который позволяет без участия гражданина поставить объект на кадастровый учет, соответственно, и дает возможность пополнять бюджет за счет, соответственно, налогов с таких объектов. Нововведение может привести к неприятным для владельца постройки последствиям. Согласно письму ФНС от 18 января текущего года, если налоговикам поступят сведения о наличии нежилого здания на садовом участке, то такой постройке автоматически будет присваиваться налоговый статус жилого дома. А значит, платить за него придется больше. Под зданием будут понимать строение сезонного или вспомогательного использования, предназначенное для отдыха и временного пребывания людей. Чтобы избежать подобных споров, лучше оформить документы на дом самостоятельно, при этом оформлять в собственность другие дачные строения, к примеру, деревянный сарай, никто не требует. Речь идет только о дачном доме. Подлежат обязательному оформлению те объекты, которые являются объектами недвижимости. Не каждая постройка хозяйственная, не каждый сарай может быть отнесен к объектам недвижимости. Первый признак – это наличие капитальности, прочной связи с земельным участком. То есть должен быть фундамент. Если у вас стоит сарай под складирование огородного садового инвентаря, конечно же, это вряд ли можно отнести к объектам недвижимости. Если дом на участке не оформлен в собственность, могут возникнуть и иные проблемы. К примеру, если вы решите дачу продать, передать по наследству, или если государство решит построить на территории, где расположен ваш участок, дорогу или какое-то сооружение. Естественно, тут вопрос станет в цене. Земельный участок с оформленными объектами недвижимости на рынке стоит значительно дороже, нежели просто земельный участок, который содержит объекты недвижимости неоформленные. Опять же, я здесь сказал, что есть вопрос с соседями, вопросы изъятия. Если будет изыматься земельный участок, на котором находится жилой дом, неоформленный, то компенсацию вы получите исключительно за земельный участок. Никто в расчет не будет брать то, что там находится объект жилого строения, в котором вы проживаете, и взамен вам ничего иного, кроме денежной компенсации, не дадут. И здесь вопрос именно в финансовых потерях станет ваших. Стоит учесть, что россияне имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении одного хозяйственного строения или сооружения до 50 квадратных метров, в том числе на садовом участке. Возможно, кому-то выгоднее, чтобы одно из имеющихся хозяйственных строений учитывалось как жилой дом. Ведь ставка по ним ниже, чем по прочим объектам. Например, для пенсионеров, людей предпенсионного возраста и прочих льготников, так как эти категории освобождаются от налогов по одному объекту за исключением нежилых. Правда, стоит учитывать, что строение, признанное домом на садовом участке, может быть максимум в три этажа и не больше 20 метров в высоту. Кроме того, оно должно соответствовать градостроительным регламентам и правилам застройки. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Исключительный день рождения сегодня отметила жительница Самары. В прошлом школьный учитель рисования и черчения Татьяна Ивановна Бабич, пока единственный житель Самарского района, который дожил до своего столетия. Несмотря на войну, нелегкий трудовой путь и потерю самых близких, Татьяна Ивановна называет себя счастливой. Почему? Узнала Кульфия Сафина. С днем рождения! Всего вам самого-самого замечательного! Здоровья! Здоровья вам! Здоровья! Вашей семье, вашим близким! Спасибо большое! Чтобы все желания ваши исполнялись! Я самая счастливая, утверждает Татьяна Ивановна Бабич. Сегодня она стала первым и пока единственным жителем Самарского района, которому исполнилось 100 лет. Рассказывает, за эти годы судьба подарила ей главное – любящих и заботливых детей и внуков. Это мой дед, Верочка, дочка средняя, старшая дочка и сынок. У меня трое детей. Трое детей, четверо внуков и пять правнуков. Пышные букеты родные сегодня присылают из разных уголков страны. Бывшая учительница черчения Татьяна Ивановна хорошо помнит и войну, и голод. Тогда она жила в Свердловской области. Там окончила архитектурный, встретила будущего супруга Ивана Алексеевича, с которым прожила 60 счастливых лет. На вопрос, в чем секрет долголетия, отвечает просто. Долголетие в том, что нужно физически трудиться всю жизнь, не сидеть, а быть в движении. Радуюсь тому, что мне много лет, а я еще все-таки более-менее. Вся жизнь Татьяны Ивановны – пример того, как нужно воспринимать трудности и проживать каждый день. Например, в 95 женщина увлеклась рисованием. Теперь ее картины украшают дом. С исключительным юбилеем Татьяну Ивановну от имени города и области поздравили глава района Роман Радюков и депутат Городской думы Сергей Рязанов. Очень приятно, что помнит все-таки. Конечно, приятно. Мульфия Сафина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»